книга открытым оком тема христос есть бог и истинный человек вопрос 905 том 3 первое послание к коринфянам 1 глава 25 стих потому что не мудрое божие премудрее человеков и немощное божие сильнее человеков как это понимать отвечает игнать тихонович лапкин в начале о видимом мире мире предметов вещей явлений хотя здесь апостол павел и говорит не мудрое божие в действительности это всего лишь слова приспособленные к нашим неверным понятиям у бога все прекрасно и страшно премудрая как в растительном так и в животном мире еще до изобретения компьютеров такого малого формата когда работали на электронных лампах писали что 10 нервных клеток человеческого организма едва ли видимые в простой микроскоп выполняет ту же работу которую может выполнить электронная машина величиной с четырехэтажное здание в любой клеточки любого живого организма потребляющего пищу происходит вихреобразный обмен веществ по сложности своей тысячекратно превышающий любое химическое предприятие а мы в этом чуде живем плывем привыкли и почти ничего не замечаем и самое незначительное открытие таинственных законов божьих при открытии краешков таинственной завесы сокровенного приводят в восторг ученых мужей и они отмечают в кавычках наглеца нобельской премии что проще смерти но вот господь своей смертью столь обыденной по мнению даже грубых римских воинов спасает самых погибших падших и разращенных и делает их из волков агнцами люди придумывают различные способы исправления нравов над этим работают великие умы гуманистов заботятся о продлении сроков жизни хотя бы на один день и вдруг смерть христа что проще незначительные смерти в ней нет никакой мудрости но смертью своею он попирает смерть и воскрешает сотлевших во греха первое послание коринфянам 1 глава 25 стих потому что не мудрое божие премудрее человеков и немощное божие сильнее человеков